Это видео создано совместно с каналами Мистери Баскет, Сталкер, Нервотрёпка и Страх Ком, а также при участии прекрасной Виктории. Ссылки на моих братьев по оружию вы найдёте в описании. Приятного просмотра! Фонды SCP. Тёмное место. Часть первая. Объект номер SCP-1335-RU. Класс объекта Евклид. Особые условия содержания. SCP-1335-1 хранится в центральной камере содержания участка 8. Камера должна быть герметично запечатана. Все экспедиции в SCP-1335-2, в том числе с использованием радиоуправляемых дронов, к настоящему моменту отменены. Любой доступ к объекту запрещен до дальнейших распоряжений директора участка. Особи SCP-1335-3 содержатся в укреплённом виварии участка 8. Особи должны оставаться в фиксирующих зажимах всё время, кроме периодов утверждённых экспериментов. Все исследования, подразумевающие освобождение одного или нескольких SCP-1335-3 от захватов, проводятся на подземном полигоне участка, оборудованном соответствующими средствами защиты. Полный список требований к защитным системам смотри в документе 1335-В. Описание. SCP-1335-1 представляет собой устройство межпространственного перемещения, имеющее вид П-образной арки шириной 1,5 метра и высотой 3 метра. Основная часть конструкции имеет, судя по всему, земное происхождение и использует современные технологии. При этом инженеры фонда отметили кустарную и весьма неаккуратную сборку. Смотри документ 1335-А. В конструкцию интегрировано несколько аномальных предметов. Примечательно, что SCP-1335-1 может работать только в точке своего обнаружения. Небольшой роща недалеко от подножия удалена. При любых попытках перемещения устройства более чем на 1,5-2 метра, оно теряет свои аномальные свойства, пока не будет возвращено на место. По этой причине вокруг точки обнаружения был возведен участок 8. Будучи подключенным к стандартной трехфазной сети 380 вольт, на момент обнаружения источником питания служил переносной бензиновый генератор. SCP-1335-1 создает внутри своей арки портал, ведущий в иную вселенную. SCP-1335-2. Этот портал невидим и не обнаруживается большинством электронных систем. Однако любое живое существо, проходя через действующую арку в любую сторону, мгновенно переносится в SCP-1335-2. Процесс осуществим в обоих направлениях. Портал в SCP-1335-2 имеет те же габариты, что и в нашем мире, однако сама установка отсутствует, что затрудняет обнаружение точки выхода. Первой экспедиции пришлось обозначить рабочую зону портала вбитыми в землю клиниями. Живые существа переносятся между вселенными вместе с одеждой и личными вещами. Неодушевленные предметы и вещества, включая воздух, не подвержены аномальному эффекту. Объекты, которые человек не может нести на себе, транспорт, тележки, волокуши, также не переносятся. Несмотря на это, межпространственный тоннель проницаем для низкочастотных радиоволн, что позволяет поддерживать устойчивую связь между мирами. SCP-1335-2 предположительно является либо альтернативной версией нашей Земли, либо с Землей в неопределенно далеком будущем. В этом мире отсутствуют Солнце и другие небесные светила. Неизвестно, погасли они физически или же их свет блокируется неустановленным образом. Все светительные приборы, обнаруженные в SCP-1335-2, находятся в нерабочем состоянии. Даже при отсутствии видимых поломок. Кроме того, не удалось обнаружить геотермальных источников или заметной электромагнитной активности. А найденные материалы невозможно поджечь или нагреть до температуры видимого свечения. Хотя исследования не выявили отличия от неаномальных аналогов. Таким образом, в SCP-1335-2 всегда царит абсолютная темнота. Несмотря на это, температура в SCP-1335-2 всегда поддерживается на уровне 10-12 градусов Цельсия. Температурных колебаний или изменения погодных условий зафиксировано не было. Географический SCP-1335-2 схож с нашим миром. Портал располагается в той же роще. Однако всерастительная и животная жизнь погибла длительное время назад. Единственными живыми существами в этом мире являются бактерии, аналогичные, либо схожие с земными, и SCP-1335-3. Все рукотворные постройки в SCP-1335-2 либо полностью уничтожены, либо повреждены неизвестной силой. Повреждения соответствуют сильному оплавлению, даже в случае материалов, не способных менять агрегатное состояние, например, бетона или кирпича. Повреждения носят поверхностный характер. В глубине зданий и подземных сооружений имеются неповрежденные участки. Тем не менее, не удалось обнаружить документов или иных свидетельств, которые бы объяснили происходящие изменения. SCP-1335-3 – коллективное обозначение существ, обитающих в SCP-1335-2. Они имеют гуманоидную внешность и в целом схожи с людьми, однако лишены волосяного покрова, половых органов и каких-либо отверстий на теле. Особи имеют рудиментарные черты лица, включая нос и надбровные дуги. Однако лишены глаз, ноздрей, рта, слуховых каналов и ушных раковин. Кожа существ чрезвычайно бледная. Пигмент, проступающие вены или другие неоднородности отсутствуют. Несмотря на устройство тела, подразумевающее прямохождение, SCP-1335-3 передвигаются на четвереньках. Более подробное описание анатомии и свойств представлено в приложении 1. SCP-1335-3 крайне устойчивы к повреждениям, демонстрируя практически полную неуязвимость к огнестрельному и холодному оружию, взрывчатке, отравляющим веществам, кислотам, сверхнизким и сверхвысоким температурам. Существа, очевидно, не дышат и могут длительное время выживать в вакууме. SCP-1335-3 обладают большой физической силой, а их вес почти втрое превышает ожидаемый. Температура тел существ всегда равна температуре окружающей среды, что затрудняет их обнаружение. SCP-1335-3 очевидно неразумные, не обладают инстинктом самосохранения и демонстрируют хищное поведение. В естественной среде обитания они формируют группы различной численности, от 5 до более чем 100 существ, разделяясь по неустановленным признакам и беспорядочно перемещаются по местности, нападая на любых встреченных SCP-1335-3 с целью поглощения. Смотри протоколы экспедиций. В изолированной среде особи одной группы начинают атаковать друг друга, пока не останется только одна. Если же SCP-1335-3 обнаруживают людей, то стремятся поглотить их в первую очередь, действуя в этот период сообща и не проявляя внутривидовой вражды. Тактика существ в целом прямолинейна, хотя было отмечено использование засад и примитивных маневров, таких как обход с флангов. Вожаков и какой-либо иерархии внутри групп замечено не было. Способ общения неизвестен. SCP-1335-3 не имеют органов зрения, слуха или обоняния и способны воспринимать окружающий мир лишь тактильным путем, однако они могут определять присутствие и точное местоположение человека на расстоянии 100-120 метров от себя. Доказано, что существа могут улавливать излучение человеческого мозга, а также другие типы электромагнитных колебаний. Обстоятельства обнаружения. SCP-1335-1 был найден 08.04.2000. Группой туристов. По словам единственного выжившего члена группы Игоря, Когда с наступлением темноты туристы располагались на ночлег, их внимание привлек свет фонаря, которым мигал и размахивал неизвестный человек примерно в полукилометре от лагеря. Предположив, что незнакомцу нужна помощь, группа направилась к нему и обнаружила SCP-1335-1, в то время как неизвестный бесследно исчез. На момент обнаружения установка была включена. Осматривая ее, группа случайно перенеслась в SCP-1335-2. Обследуя местность вокруг портала, группа подверглась нападению экземпляров SCP-1335-3. Двое человек были убиты практически сразу, двое других предприняли попытку к бегству, однако только... удалось вернуться в наш мир. Последний член группы Ангелина, вероятно, не смогла найти портал и была поглощена в дальнейшем. Игорь, находясь в стрессовом состоянии, смог вернуться в лагерь и связаться с МЧС. Бот-аналитик фонда перехватил звонок. Был допрошен и обработан амнезиаком класса А. Внедрена версия о горном обвале. SCP-1335-1 поставлен на содержание. Начато сооружение участка 8. Документ 13-35-А. Результаты осмотра установки. Составитель. Аркадий Малышев. Инженер техник фонда. В соответствии с указаниями, я произвел осмотр объекта без нарушения его целостности и вмешательства в работу компонентов. Это было несложно, поскольку объект лишен корпуса и каких-либо защитных кожухов. Можно сделать вывод, что на месте обнаружения он находится совсем недавно. Иначе электрические компоненты должны были прийти в негодность из-за погодных условий. На момент осмотра бензобак генератора был заполнен примерно на 80%. Из этого следует, что генератор был включен незадолго до обнаружения объекта гражданскими. П-образный каркас установки сварен из железных труб разного диаметра. На них обнаружены остатки краски, ржавчина и следы инструментов, свидетельствующие, что ранее трубы использовались для других целей. Объект вкопан в землю на 30 см, однако никак не закреплен и обладает невысокой устойчивостью. Сильный ветер его повалил. Электрическая часть устройства представляет собой набор самодельных соленоидов, равномерно распределенных по каркасу. Их единственным назначением, похоже, является создание магнитного потока, который направляется на артефакты с разных сторон. Схема подключения запутанная, но достаточно простая. При необходимости ее можно будет воспроизвести. Устройство не имеет никаких электронных компонентов или органов управления. Даже выключатель активируется при подаче питания. А также остается непонятным, почему установка работает только в этой локации. Мне не удалось обнаружить никаких сенсоров, которые позволили бы прибору определять свое местоположение. Изучение аномальных элементов конструкции не входит в мою компетенцию. Однако, замечу, они выглядят так, будто случайные, не связанные друг с другом предметы наделили аномальными свойствами. Булыжник, колесо от детского велосипеда, кубик Рубика, плафон от настольной лампы и так далее. Расположение катушек относительно артефактов позволяет предположить, что главную роль при отборе предметов играл не материал или фактическое назначение, а только лишь форма. Заключение. Очевидно, что данное устройство собиралось в большой спешке из подручных материалов, найденных, скорее всего, на свалке или на каком-либо старом складе. Единственным исключением является вполне современный генератор марки... Предлагаю провести поиск по серийному номеру. Сборка осуществлялась весьма непрофессионально. Сваренные швы грубые и ненадежные. Большинство элементов крепятся к раме пластиковыми стяжками или изолентой. Контакты оголены. Если мы намерены использовать эту штуку в дальнейшем, ей потребуется значительная доработка. Примечание. Было одобрено изготовление пластикового корпуса для SCP-1335-1. Укрепление соединений и изоляция электрических контактов. Пересборка устройства с использованием более качественных материалов была сочтенно рискованной и нецелесообразной. Проверка серийного номера генератора позволила установить, что он был взят с территории частного предприятия. Пропажа обнаружилась практически в то же время, когда был найден SCP-1335-1. Остается неясным, как генератор был перемещен на расстояние свыше 100 километров за такой короткий срок. Экспедиция-1. Первая экспедиция, организованная фондом после сооружения первичной камеры содержания. Цель – изучение телепортационных свойств SCP-1335-1, разведка местности по другую сторону портала, сбор сведений об SCP-1335-2 и населяющих его существах. В экспедиции задействовано МОГ-04 поляки в составе шести человек. Помимо стандартного снаряжения, группа имеет при себе ретранслетор для установления устойчивой радиосвязи между мирами, если это возможно. Начало протокола. Связь с группой устанавливается через 15 минут после прохождения через портал, когда радиостанция в камере содержания обнаруживает передачу на частоте килогерц. На связи. База, это Т-1. Как слышите меня? Прием. Т-1. Слышим вас отчетливо. О, наконец-то. Мы уже думали, со связью не выгорело. Вы установили ретранслятор? Так точно. Однако мы не смогли с вами связаться, пока не перешли на очень низкие частоты. Принято. Фиксируем эту частоту в качестве рабочей. Что видите? Сейчас подключу видеосигнал. Появляется изображение. Бойцы МОГ стоят на небольшой поляне посреди рощи. Деревья аналогичные земным, однако выглядят мертвыми. Трава отсутствует. Единственным источником света являются фонари опергруппы. Место вроде бы похоже на точку обнаружения CP-1335-1, пока там не начали строить участок. Ни солнца, ни луны, ни звезд. Пробовали выключить фонари, тьма кромешная. Не видно абсолютно ничего. Здесь довольно прохладно, градусов 10 или 15 по ощущениям. Ветра нет, тихо как в склепе. Камера поворачивается на 180 градусов. Виден квадрат на земле, обозначенный разметочными клиньями. Рядом с ними установлен ретранслятор. С этой стороны портал увидеть невозможно. Мы разметили область, чтобы не потеряться. Принято. Что с локальной связью? Группа. Перекличка. На связи. На связи. Есть связь. На связи. Громко и отчетливо. Нам не удалось выяснить, в какую сторону от портала двигалась туристическая группа, прежде чем была атакована. Поэтому направление выбирайте самостоятельно. Соблюдайте осторожность. Нам ничего не известно о нападавших, кроме того, что они многочислены и агрессивны. Вас понял, база. Третий, четвертый. Остаетесь охранять точку входа. Не хватало нам еще здесь застрять. Понял. А я никуда и не рвался. Движемся на юго-запад. Попробуем добраться до шоссе, посмотрим, что с ближайшими городками. Группа покидает поляну и движется через рощу. Все деревья, наблюдаемые в лучах фонарей, выглядят мертвыми и высохшими. Микрофоны не фиксируют никаких посторонних звуков. Ты один. Прежде чем покинете рощу, возьмите образец древесины. Второй уже взял, пока мы возились с ретранслятором. Хорошо. Наблюдайте что-нибудь необычное. Кроме того, что здесь абсолютный мрак, замогильная тишина и все вокруг мертво, я бы сказал, довольно низкая влажность. И земля очень сухая. Не похоже, что тут часто бывают дожди. Лично меня больше волнует плохая видимость. Плохая? Это слабо сказано. По крайней мере, комп сработает, как положено. Группа выходит из рощи и движется по равнинной местности. Никаких признаков чужого присутствия по-прежнему не наблюдается. Где-то полпути уже есть. Третий, как обстановка? Пусто и тихо. Патрулируем окрестности портала по очереди. Молодцы. В гору идем? Значит, с курса не сбились. За этой сопкой распадок, а там и до шоссе недалеко. Отряд поднимается на вершину сопки и светит фонарями вниз. Становится видна группа SCP-1335-3, находящаяся в распадке, приблизительно в двухста метрах от оперативников. Мать твою, свет! Картинка пропадает. Отряд гасит фонари. На протяжении нескольких минут слышно только приглушенное дыхание бойцов. Это? Вы еще там? Мы тут ждем развития событий. Вы тоже их видели? Подтверждаю. Однако мы не успели определить, что это такое. Они вас заметили? Откуда я знаю? Здесь нихрена не видно. Шестой, у тебя должен быть тепловизор. Уже пробую. Ничего. Нас, вижу, этих нет. Похоже, они не теплее почвы. Они должны были нас заметить. Мы на самом видном месте и светили прямо на них. Ну-ка. Фонарь Т2 опять включается. Второй, какого хрена ты творишь? Смотри, командир. Т2 водит лучом по скоплению SCP-1335-3, которые бессистемно ползают с места на место в центре распадка, полностью игнорируя свет, даже когда он на них падает. Плохое освещение мешает определить точное количество особей, но их не меньше нескольких десятков. База, подтвердите, что видите. Подтверждаю, мы наблюдаем существ, однако детали плохо различимы. Можете их описать? Секунду. Второй, свет на ближних. Так, они похожи на голых людей с очень бледной кожей. Лиц нет. Какие-то черты проглядывают, но я не наблюдаю ни глаз, ни ушей. Видимо, они слепые. Что в этом месте неудивительно. Отряд, включаем фонари, но оружие держим наготове. Дополнительный свет позволяет увидеть всю группу. Приблизительно 30 существ. Это наблюдайте. Нам необходимо собрать как можно больше информации. Принято. Пятый, шестой, смотрите по сторонам, как бы к нам никто не подобрался. Остальным держать объекты на прицеле. Без приказа огонь не открывать. Группа наблюдает за существами на протяжении 15 минут. SCP-1335-3 продолжают хаотично перемещаться. При этом общее местоположение группы почти не изменяется. Характерно, что особи не дотыкаются друг на друга. Как-то они друг друга чувствуют. База, похоже, они ползут на распадку с юга на север. Но делают это крайне медленно. Похоже на... Не знаю, пчелиный рой. Что нам делать дальше? Попробуйте обойти их и вернуться на курс. Избегайте обнаружения. Не представляю, как бы они могли. Командир! Луч фонаря высвечивает вторую группу SCP-1335-3, которая спускается по противоположному склону распадка. Бойцы МОК направляют дополнительный свет в том направлении. Становится видно, что вторая группа многочисленна и более рассеяна. Отдельные особи обходят первую группу с разных сторон. Когда расстояние между группами сокращается до приблизительно 100 метров, все существа из первой группы одновременно замирают. А в это же время новоприбывшие преодолевают оставшееся расстояние серий длинных прыжков и атакуют первую группу. Нихрена себе! База, вам все видно? Да. Наблюдайте за развитием событий. SCP-1335-3 из двух групп быстро смешиваются, а различить их становится невозможно. Особи напрыгивают друг на друга, прижимают к земле и как бы впитывают противника всей поверхностью тела. Из-за расстояния и плохого освещения рассмотреть детали процесса не представляется возможным. Схватка протекает практически бесшумно, за исключением шлепков и ударов, существа не издают никаких звуков. Жрут они так что ли? Или спариваются? Все может быть. Схватка продолжается еще несколько минут. Приблизительно четверть SCP-1335-3 бесследно поглощено. В какой-то момент две особи, прокатившись по земле, оказываются достаточно близко к отряду. Обе тут же прекращают борьбу и замирают, повернув головы в сторону оперативников. С незначительной задержкой то же самое делают все остальные SCP-1335-3. Вот блять! Все особи одновременно направляются к отряду. Несмотря на странную манеру передвижения, SCP-1335-3 двигаются со скоростью быстро бегущего человека. Огонь! Отряд открывает беглый огонь по ближайшим существам. Эффекта нет, пуля рикошетит от тела независимо от места попадания. Огонь подствольными! Цели на усмотрение! Отряд обстреливает SCP-1335-3 из подствольных гранатометов. Взрывы раскидывают существ в стороны, однако те быстро возобновляют движение, не выказывая признаков ранения или контузии. Мать! Отступаем к точке входа! Бегом! Группа начинает слаженное отступление, однако ей не удается увеличить дистанцию между собой и преследователями настолько, чтобы последние потеряли цель. Скорость бега людей и SCP-1335-3 приблизительно равна. Периодически бойцы МОК производят выстрелы из гранатометов, чтобы замедлить существ. В ходе дальнейшего просмотра записей было отмечено, что SCP-1335-3 практически не спотыкаются и заблаговременно огибают такие препятствия, как камни и рытвины. Это может говорить о наличии неизвестных органов восприятия или о том, что существа хорошо знают местность. Четвертый! Четвертый! Отвечай! На связи! Слышим взрывы в отдалении! Это мы! Отступаем к вам! Следом гонится толпа бессмертных фиговен! Будьте готовы прикрыть из подствольников! Вас понял! Занимаем позиции! А-а-а-а! Одиночная особь SCP-1335-3 неожиданно появляется слева, прыгает на Т-5 и валит его на землю. Оказавшись поблизости, Т-2 пытается отпихнуть существо. Подробности трудно разобрать из задерганной картинки, однако видно, что тело SCP-1335-3 частично деформируется, наползая на Т-5. Блять! Да сколько ты весишь? Отставить! Стая настигает Т-2. Одно из существ с разгона врезается в него, вследствие чего камера бойца выходит из строя. Микрофон передает хруст, сдавленный хрип и чавкающие звуки. Потом сигнал тоже пропадает. Суки! Мы им уже не поможем. Ходу, ходу! Дета, доберитесь до портала. Группа прикрытия ждет на нашей стороне. Да уж стараемся! Оставшиеся бойцы достигают рощи, где скорость передвижения снижается. SCP-1335-3 также замедляются, демонстрируя сложности с ориентированием среди большого числа препятствий. Четвертый, жгите фаеры! Т-4 и Т-5 зажигают химические источники света. Ориентируясь по ним, Т-1 и Т-6 достигают поляны. Бейте нам за спины! Т-4 и Т-5 открывают огонь из подствольных гранатометов. Его эффективность трудно определить. Бойцы один за другим проходят через портал. Т-1 замыкает отступление. Когда он возвращается в наш мир, SCP-1335-1 обесточивается. Конец протокола. Итоги. Несмотря на потерю двух бойцов МОК, экспедиция сочтена успешной, так как позволила получить важную информацию об SCP-1335-2 и его обитателях. Охрана камеры содержания была усилена, однако введение дополнительных мер содержания было сочтено излишним, поскольку нет никаких признаков того, что портал возможно активировать из SCP-1335-2. Анализ образцов древесины подтвердил полную клеточную смерть, вероятно наступившую вследствие нехватки питательных веществ. Возраст образцов определить не удалось. Запланированы дальнейшие исследования. Экспедиция 2. Осуществлялась примерно через месяц после экспедиции 1. Уцелевшие оперативники МОК Тета-4 вызвались добровольцами. Их участие было одобрено ввиду их кратковременного, но уникального опыта работы с SCP-1335-2 и взаимодействия с SCP-1335-3. Экспедиционный отряд был дополнен МОК-У-12 загонщики в составе 5 человек. Цель – лучше изучить поведение SCP-1335-3 и захватить нескольких особей для исследований. С учетом устойчивости существ к урону было разработано нелетальное вооружение, использующее в качестве боеприпасов браслеты-захваты с мощными электромагнитами. Кроме того, отряд снабжен мощными фонарями, высокопручными сетями и другими приспособлениями. Полный перечень смотри в документе 1335, а стандартные штурмовые винтовки МОК заменены новейшими прототипами с высокой кинетической энергией пули. Начало протокола. Активация SCP-1335-1 через минуту. Всем быть наготове. Эти штуковины могут полезть, едва портал включится. Мы готовы. За вами они в прошлый раз не полезли? В прошлый раз портал вырубили, едва мы выбрались. Спасибо, что не раньше. Ха, да уж. Подача питания через 3, 2, 1. SCP-1335-1 активирован. Отряд держит арку под прицелом. На протяжении нескольких минут активности не наблюдается. Ладно. Третий, давай на разведку. Ты помнишь? Туда осмотрелся на 360 и сразу обратно. Помню, командир. Т-4 проходит через портал, исчезает и появляется спустя несколько секунд. Чисто. Никаких следов противника в пределах видимости. Ретранслятор по виду целый. Ладно, выдвигаемся. Бойцы один за другим перемещаются в SCP-1335-2. Спустя непродолжительное время возобновляется сигнал ретранслятора. База. Мы заменили батарею. Как слышно? Слышим вас хорошо, Тепа. Да. Здесь всегда так солнечно и радостно. Угу. Что день, что ночь. Мрак кромешный. Появляются сигналы камер и датчиков. На участке рощи, по которому велся прикрывающий огонь в прошлой экспедиции, видны поваленные деревья и воронки от взрывов. Однако тела отсутствуют. Т-1 изучает землю. Можно разглядеть характерные следы от пальцев. Доходят почти до середины поляны. Дальше только наши отпечатки. Видимо, как только мы ушли, твари про нас забыли и убрались. Могу сделать вывод, что они не чувствуют людей через портал. Это хорошая новость. Действуйте в соответствии с планом. Принято. Первый, сегодня твои люди на охране. Не вопрос. Четвертый, пятый, остаетесь в портала. Есть. Принято. Двинули. Отряд движется по тому же маршруту, что и в прошлый раз. Трандец как тихо. Вот ты и не болтай. Отряд без происшествий добирается до места гибели Т-2 и Т-5. Кажется, где-то здесь. Что-нибудь видно? Бойцы осматривают окрестности. Кажется, да, нашел. На расстоянии нескольких метров друг от друга обнаруживаются неповрежденные винтовки МОК. Никаких других следов, кроме отпечатков тел на земле, найти не удается. Четвертый, пятый, забирайте. Хоть что-то можно будет похоронить. Хреново вышло. Я читал отчеты. Вы там точно ничего бы не сделали. Спасибо, док. Мне полегчало. Эй, просто пытаюсь разрядить обстановку. Это местечко, посраться какое жуткое. А я навидался жутких мест. Верю. Ладно, пошли дальше. Первую задачу мы выполнили. Теперь надо найти этих ублюдков и не дать им себя сожрать. Отряд продолжает движение по маршруту. В распадке SCP-1335-3 не обнаруживается. Отряд направляется дальше. И спустя полчаса достигает примерного местоположения автодороги. Однако никаких признаков ее присутствия не обнаруживается. База, по моим прикидкам, мы уже должны были пересечь шоссе. Слишком мало ориентиров, чтобы сказать наверняка. Однако, судя по показаниям шагомеров, вы правы. Ладно, если допустить, что мы там, где надо, думаю, по компасу сможем выйти к... Рядом с городком довольно большое озеро. Не промахнемся. Действуйте. Отряд направляется на юго-запад. Никаких признаков присутствия SCP-1335-3 по-прежнему нет. Равнинная местность затрудняет ориентирование. Третий, зачем ты все время светишь вверх? Извиняюсь, командир, как-то давит. Даже в самую глухую ночь посреди тайги, когда все небо тучами затянуто, не бывает настолько темно. Все время кажется, словно мы в пещере. Даже ветра нет. Если выяснится, что в этой вселенной Землю сожжал огромный Пакман, я вообще не удивлюсь. Хм, точно. Отряд проходит еще порядка километра, когда на связь выходит G4. Черт! По сигналу ТТ-1 отряд останавливается. Есть визуальный контакт? Нет, но где-то недалеко пару раз ветка хрустнула. В здешней тишине любой шорох слышно, знаете ли? Отряд образует оборонительное построение. Т-1 и G1 переключаются на видеоряд G4. Оба оперативника, оставленных у портала, смотрят в северную часть рощи. Что-то вроде мелькало вдалеке, но пока уследить не удается. Мешают деревья. Не рискуйте, парни. Если их больше одного-двух, немедленно отступайте в наш мир. База, можете выслать кого-нибудь им на подмогу. Отрицательно. Группа прикрытия должна оставаться в камере содержания на случай непредвиденных обстоятельств. Ладно же. Движение! Становится видно одиночный экземпляр SCP-1335-3, ползущий среди деревьев приблизительно в 250 метрах от поляны, периодически скрываясь за деревьями. G4 использует оптическое усиление камеры, чтобы лучше рассмотреть существо, однако не удается обнаружить никаких отличий от особей из предыдущей экспедиции. Самая, блин, подходящая живность до этого места. Наблюдайте. Если оно приблизится настолько, что обнаружит вас, опробуйте сначала кинетическое оружие, затем браслеты. SCP-1335-3 движется по касательной относительно поляны, медленно приближаясь к оперативникам. Как и во время прошлого наблюдения, отмечено, что существо каким-то образом чувствует препятствия и обходит их загодя. Так мы до старости его ждать будем. Если они ведут себя как хищники, то должны бы искать добычу, а не просто ползать и ждать, пока что-нибудь подвернется. Сзади! Фонарь G5 высвечивает группу из приблизительно 10 SCP-1335-3 к юго-востоку от поляны. Как и при прошлом наблюдении, отдельные существа движутся хаотично, однако группа сохраняет цельность, прочесывая участок леса по зигзагообразной траектории. Командир, эти сучки явно умнее, чем мы думали. Они нас, может, и не видят, но догадываются, что мы где-то здесь. Один отвлекает, остальные пытаются нащупать. Это может быть совпадением. Нет, четвертый прав. Та отдельная тварюшка шумит, а стая ползает беззвучно и двигается явно быстрее, видимо, чтобы увеличить шансы зацепить добычу. Ладно. G4, G5, отходите в наш мир. Существа скоро вас обнаружат. Сейчас. Есть одна идея. Камера Гамма-5 сильно трясется. Пятый, что ты делаешь? В кадре появляется сам G5. Сняв камеру, он вешает ее на ретранслятор. Так мы хотя бы будем знать, что тут происходит. Отлично придумано, Пятый. База, надо будет соорудить что-нибудь для наблюдения за этой стороной портала. По крайней мере, не придется заходить вслепую. Мы подумаем, что можно сделать. Основная группа, продолжайте движение. G4 и G5 проходят портал. Каких-либо изменений в поведении SCP-1335-3 не замечено. Можно сделать вывод, что существа не ощущали присутствия людей. Отряд возобновляет движение прежним курсом. Спустя 20 минут, Т6 замечает группу SCP-1335-3 левее курса. На границе досягаемости фонарей. Как и в предыдущие разы, существа ползают с места на место, медленно удаляясь и вскоре теряются в темноте. Т1 принимает решение не преследовать группу, ввиду ее многочисленности. Отряд движется дальше. К этому времени группа SCP-1335-3, обнаруженная Т5, выползает на поляну. SCP-1335-1 продолжает работать для поддержания связи с отрядом и дальнейшего наблюдения. Приняты меры на случай проникновения SCP-1335-3 через портал. Одна из особей проявляет интерес к видеокамере. Приблизившись к ретранслятору, SCP-1335-3 встает прямо и смотрит в объектив. Как и прежде, невозможно обнаружить у существа никаких признаков глаз, носа, ушей или рта. Кроме того, теперь можно разглядеть, что кожа SCP-1335-3 неестественно гладкая и практически лишена текстур. Также заметно, что стояние на двух конечностях дается существу с трудом. Слышно неразборчивое восклицание Т4, которому со стороны отряда поручено отслеживать видеоканал G5. Что там? Одна из этих хреновин пелится прямо в камеру, которую оставили гамма. Словно в душу смотрит. Даром что безглазая. Не ссы. Мы от неё в несколько километров. В этот момент одна из особей пересекает границу портала и перемещается в наш мир, где тут же попадает в подготовленный бокс. Он запирается, заполняется быстро сохнущей пеной и уводится из камеры содержания. Другие SCP-1335-3 в момент исчезновения особи замирают на несколько секунд, однако после возобновляют хаотичные перемещения, не пытаясь обследовать место исчезновения. Существо, смотревшее в камеру, теряет к ней интерес. Через несколько секунд оно тоже пересекает границу портала, судя по всему, случайно, и обездвиживается во втором боксе. Остальные SCP-1335-3 реагируют так же, как и в прошлый раз. Персонал готовит третий бокс, однако больше ни одна особь не проходит через портал. Спустя несколько минут группа покидает поляну. Группа, хорошие новости. Вам не придется тащить на себе образцы. Тех, что мы поймали, пока достаточно. Однако следует проверить эффективность нового снаряжения. Если найдем одиночку или небольшую стаю, мы не хотим драпать от этих сучьих детей всю обратную дорогу. Принято. Спустя 40 минут отряд замечает отсветы на воде и вскоре достигает озеро. G-2 берет образцы. По крайней мере, вода никуда не делась. Так, обходим с левой стороны вдоль берега. Поглядывайте на озеро, мы пока не знаем, умеют ли эти твари плавать. Или по дну ходить. Группа движется по побережью и через 20 минут достигает окраин. Что-то вижу. Кажись, дошли. Ух, ёпт! Окраинные дома имеют следы значительного оплавления. Оперативники осматривают снаружи ближайшее здание. Его первый этаж выглядит деформированным, как если бы стены размягчились и просели под весом конструкции. Когда отряд обходит здание, обнаруживается, что его фасадная стена отслоилась и частично сползла на землю. G-2 изучает оплывшую массу, в которую превратилась часть стены. Это же, блин, кирпич. Как он мог расплавиться? Хотя вон, вроде даже цементные швы кое-где видны, G-2, попробуйте взять образец. После нескольких попыток G-2 удается отколоть кусок от массы. На сколе видно обычный кирпич. Понятия не имею, что с ним произошло. Надо бы посмотреть, что внутри. Четвёртый, шестой, на разведку. Третий. Прикроешь им спины. Оперативники перебираются через оплывшую стену и проникают в здание. Внутри наблюдаются те же повреждения, что и снаружи. Стены погнуты, и потолок опустился до высоты менее двух метров. В полу встречаются оплавленные отверстия, ведущие в подвал, который подвергся сходным изменениям. В нашем мире данное здание занимает несколько частных фирм. Однако оперативники не обнаруживают никаких следов мебели или офисных принадлежностей, кроме обломков нескольких шкафов из цельной древесины. Командир, с лестницами та же фигня. Сгладилось, будто горки. Здесь мы точно не поднимемся. Возвращайтесь. Не внушает мне доверие эта кособочина. G2 в это время обследует пространство перед зданием. Никаких признаков тротуара или проезжей части не наблюдается. Осмотрев ближайшую часть улицы, G2 обнаруживает несколько небольших фрагментов асфальтового покрытия и бордюрный камень, наполовину растекшийся по земле. Теперь ясно, почему мы не нашли шоссе. Оно, наверное, все-таки растворилось. База. Мне бы не хотелось лезть глубже в город. Если эти твари могут чувствовать людей сквозь стены, они имеют все шансы найти нас раньше, чем мы их. Кроме того, разрушения, похоже, усиливаются к центру. Нам нужно найти документальные свидетельства, которые вы позволили выяснить, что здесь произошло. Попробуйте пройти окраины на север, не углубляясь за стройки. По нашим данным, в той стороне есть крупный торговый центр. Он находится дальше от центра города, чем вы сейчас, и мог сохраниться лучше. Ладно, попробуем. Отряд движется в указанном направлении вдоль окраины города. Все постройки здесь имеют схожее состояние. Насколько можно видеть, ближе к центру здания повреждены сильнее. Их геометрия полностью нарушена. По указанию Т1 оперативники обследуют несколько зданий, везде наблюдают однотипные повреждения. База. Видим, что-то необычное впереди. Какая-то груда бревен. Отряд выходит к развалинам одноэтажного бревенчатого здания, расположенного посреди небольшого парка. В нашем мире здесь располагается ресторан в стиле «Русская изба». Не похоже, что он оплавился. Просто развалился. Тут какие-то металлические сопли. Хм, ну да, точно, гвозди. Половина расплавилась. Дальнейшее обследование показывает, что в здании сохранились обломки деревянной мебели. Однако часть внутренних перекрытий, выполненных из ДСП и гипсокартона, деформировалась аналогично другим зданиям. Можно сделать вывод, что здешняя хрень повлияла только на рукотворные материалы. Опа! А что это у нас тут? В противоположной от городского центра части здания наименее пострадавшей обнаруживается человеческий скелет, раздавленный упавшим бревном. Беру косточку на память. Похоже, мертвецов наши страхолюдина не едят. Движение на дороге! Все бойцы МОК быстро собираются возле развалин. По улице от центра города ползут три экземпляра SCP-1335-3. Отмечено, что они двигаются менее хаотично и более целенаправленно, чем ранее встречающиеся группы. Ну что, рискнем испытать новые игрушки? Четвертый. По команде стрельни в центральную тварь кинетическими. Третий. Шестой. Будьте готовы стрелять браслетами. Второй. Третий. При необходимости окажете поддержку. SCP-1335-3 движется прежним курсом. Расстояние между ними и отрядом составляет приблизительно 150 метров. Четвертый. Огонь. Т4 производит выстрелы с кинетического оружия, попав одному из существ в голову. В результате его отбрасывают на несколько метров. После секундной дезориентации SCP-1335-3 переворачивается и встает на все четыре конечности, как и в прошлый раз, не выказывая признаков контузии или травм. Ни хрена. Я-то думал, ее на куски разорвет. Мы в прошлый раз тоже так думали. Отряд, пока не стрелять, посмотрим, что они будут делать. Пораженная особь начинает быстро переболзать с места на место, каждые несколько секунд замирая и осматриваясь по сторонам. Судя по всему, пытаясь найти стрелка. Две другие особи с момента выстрела абсолютно неподвижны. Предположительно, SCP-1335-3 осознает, с какой стороны по ней стреляли, поскольку движется приблизительно в направлении отряда. Через минуту существо оказывается примерно в 120 метрах от бойцов, после чего все три SCP-1335-3 начинают целенаправленное движение к отряду. Т-3 и Т-6 обстреливают особи из браслетных орудий, попадая одной из них в передние конечности, а другой в переднюю и заднюю. Когда захваты смагничиваются, особи падают на землю, однако по-прежнему пытаются ползти к отряду. Второй! Третий! Помогите нашим друзьям! После нескольких попыток все конечности всех SCP-1335-3 оказываются поражены. Существа лежат на земле, периодически подергиваясь. Хорошо, магниты держат. Шестой! Потыкай в них палочкой. Остальным держать гадов на прицеле. Т-6 приближается к SCP-1335-3, достает и раздвигает телескопический шест, после чего пытается передвинуть одной из особей. Для того, чтобы немного ее сдвинуть, оперативнику приходится прилагать значительное усилие. Ох, блин, командир, эта гадость раза в три тяжелее, чем кажется. Ладно, оставь ее. База, вы все видели? Как и предполагалось, эти существа чуют людей на дистанции в 100-120 метров. Подтверждаю эффективность браслетов и частичную эффективность кинетических орудий. Можно отбросить тварь от себя и немного сбить с толку, но не более того. Принято это. Предварительный осмотр захваченных особей подтверждает аномально высокую массу и физическую силу. Ни в коем случае не подпускайте их к себе. Хе-хе-хе, да мы стараемся. От себя добавлю, стоило бы снабдить браслеты каким-нибудь механическим замком, чтобы можно было обездвиживать цель навсегда, а не только на пару часов. Мы посмотрим, что можно сделать. Двигайтесь дальше. Отряд возобновляет движение и спустя полчаса достигает означенного торгового центра. Несмотря на удаленность от центра города, здание значительно пострадало. Его южное крыло, обращенное к городу, практически полностью расплавлено. Проклятие. Ладно, нам все равно нужно его осмотреть. Гамма, а как насчет заняться этим? А мы снаружи покараулем. Добрый ты. Окей, группа, идем внутрь. Про осторожность сами знаете. За стенами этих страшилищ не видно. Они вполне могут нас учуять. Как бы еще потолок на голову не рухнул. Группа Гамма проникает в здание через разрушенное крыло. Комнаты и коридоры вблизи этой области сильно деформированы. Часть непроходима, однако по мере продвижения вглубь торгового центра искажения менее заметны. Центральная часть северного крыла, удаленная от наружных стен здания, практически не пострадала. Отмечен большой беспорядок. Многие витрины разбиты, товары и мелкие предметы раскиданы по полу. Бинго! Здесь есть шанс что-нибудь найти. Командир, взгляните на вывески. Все надписи на витринах и рекламных плакатах искажены и нечитаемы. Хм, ну-ка, а здесь у нас что? Подбирает с пола бутылку минеральной воды. Бутылка выглядит неповрежденной, однако марка, состав и другие данные размыты до полной нечитаемости. Любопытно. Нам бы газетный киоск найти или типа того? Тут книжный магазин. Хм, то ж сойдет. Зал магазина не поврежден и находится в относительном порядке, однако дальнейший осмотр показывает, что книги подверглись деформации. У некоторых наблюдается срастание страниц в цельную массу, другие структурно не повреждены, однако все надписи внутри и снаружи растеклись по бумаге. База, кажется, никакой информации мы здесь не найдем. Возьмите пару томов для исследования. Если на кассе есть компьютер, заберите жесткий диск. Возможно, цифровые данные уцелели. Принято. Группа отбирает три книги и изымает два жестких диска из компьютера в кассовой зоне. Дальнейший осмотр торгового центра подтверждает, что независимо от степени сохранности помещений предметов, абсолютно все осмысленные надписи подверглись деформации. Это включает в себя светодиодные ленты в форме букв на вывесках, надписи мелом на доске в детском отделе, а также рельефный шрифт Брайля на указателях. Везде одно и то же. Если рукотворные объекты местному сценарию класса К просто не противились, информацию он люто возненавидел. Еще кое-что. Третий забрался в магазин фонариков, светильников и прочей осветительной техники. Пощелкал там всяким, поменял аккумуляторы. Ничего не горит. Образцы взяли. Хорошо. Будет еще лучше, если вы также прихватите несколько единиц какой-нибудь мелкой электроники. Этого добра здесь навалом. Группа находит компьютерный магазин и собирает образцы. Гамма. Третий засек движение со стороны города. Много? Трудно пока сказать. Мы там закончили? Да. Идем к вам. Группа Гамма начинает искать выход среди деформированных проходов у наружной стены здания. Блять, Гамма. Живо выбирайтесь. Что там? Да хрена гостей. Фонари отряда высвечивают обширное скопление CP-1335-3. Не меньше ста особей, ползущих по улице от центра города. Как и прошлая группа, существа движутся линейно и целенаправленно. Отходим! Отряд покидает город, постоянно удерживая CP-1335-3 на свету. Т-1. Отведите людей в сторону от маршрута существ и понаблюдайте за их поведением. Вы видели, сколько их там? Никаких браслетов не хватит. Они нас ищут, как и те трое. Мы так не думаем. Отведите людей на безопасное расстояние, но удерживайте существ в поле зрения. Ладно. Отряд, держимся по отдали, наблюдаем. Если полезут к нам, стреноживаем передних и отступаем в темпе вальса. Отряд занимает позицию в полукилометре от торгового центра. Западнее условная оси улицы, по которой движутся SCP-1335-3. Экземпляры покидают город, не меняя направление движения и не реагируя на перемещение МОК. Кажется, не по нашей душе. Удалившись от городской черты, SCP-1335-3 замедляются, их скопление постепенно распадается на отдельные группы различной численности. Перемещения особей становятся такими же хаотичными, как и экземпляров за пределами города. Группа постепенно удаляется в разные стороны. Пока отряд наблюдает за этим процессом, одна из групп внезапно атакует другую, и существа начинают поглощать друг друга. Вот оно как. Походу, наши страхолюдины все дружно прут из города, а потом уже делятся на фракции. На сегодня достаточно. База, мы направляемся к порталу. Твари от него ушли. Камера G5 уже длительное время не фиксирует ни одного экземпляра. Однако рекомендуем сохранять осторожность на подходе к роще. Ясно. Выдвигаемся. Отряд огибает озеро вдоль северного берега и движется по пеленгу ретранслятора. Не считая нескольких блуждающих групп SCP-1335-3, которые отряду приходится огибать, обратный путь проходит без происшествий. В западной части рощи обнаруживается группа SCP-1335-3. Вероятно, та же самая, которая ранее была замечена на поляне. Отряд делает крюк, чтобы выйти к порталу с юга и избежать контакта. Не нравится мне это. Похоже, они начинают догадываться, откуда мы приходим. Отряд достигает портала, забирает камеру G5-5 и возвращается в наш мир без происшествий. Конец протокола. Итоги. Анализ деформированных материалов и предметов, добытых в ходе экспедиции 2, не выявил никаких отличий от аналогичных неаномальных материалов. Причины и механизм деформации установить не удалось. Дальнейшее тестирование выявило свойство негорючести и нулевой светимости при любых условиях. Анализ воды не выявил существенных отличий от образцов, взятых из... Озеро в нашем мире, исключая практически полное отсутствие органических примесей и техногенных загрязнений. На жестких дисках, взятых из книжного магазина, не было обнаружено никаких данных, хотя износ элементов говорит о том, что диски длительное время находились в работе. Исследование осветительных приборов не обнаружило никаких неисправностей, которые бы объясняли их неработоспособность. Другая электроника, не подвергшаяся деформации, работает исправно, за исключением индикаторов, дисплеев и прочих источников света. Исследование костей, найденных в ресторане, позволило получить образцы ДНК, однако поиск по базам данных не выявил совпадений с ныне живущими людьми. Установить возраст останков не удалось. Дальнейшая экспедиция отложена до тех пор, пока не будут изучены добытые экземпляры SCP-1335-3. Приложение 1. Исследование SCP-1335-3. Внешнее и внутреннее обследование. Производил доктор Берестин. Результаты. Внешнее и поверхностно-анатомическое сходство с человеком весьма значительно. По мере строения торса, конечностей и наличия рудиментарных черт лица, под кожей прослеживаются элементы скелета, в том числе ребра, лопатки, коленные чашечки. Дальнейшее обследование подтвердило, что этот рельеф образует твердые внутренние структуры. В остальных местах плоть равномерно упругая. Кожа по внешнему виду и плотности напоминает скорее синтетический полимер светло-серого света, обладая высочайшей сопротивляемостью к повреждениям. Микроскопические исследования не позволили обнаружить пор или иных неровностей, характерных для нормальной кожи. Ровно как и клеточной или молекулярной структуры. Температура тела всегда равна или близка к температуре окружающей среды, из-за чего особей нельзя обнаружить термовизионным сканированием. SCP-1335-3 обладают огромной физической силой, способны прикладывать усилия свыше... ньютон. И аномально высоким весом, приблизительно в три раза превышающим ожидаемый. В ходе осмотра было отмечено, что две пойманные особи незначительно отличаются друг от друга по комплекции и весу. Это позволило сделать вывод, что данные существа не являются клонами друг друга. Инвазивные методы исследования оказались неэффективны из-за неуязвимости SCP-1335-3, а другие методики дали противоречивые результаты. Рентгеноскопия показала полное отсутствие костей и внутренних органов, что противоречит данным внешнего осмотра. Магнитно-резонансная томография, однако, позволяет предположить наличие неоднородной внутренней структуры, хотя составить более точную картину не удалось. Можно сделать вывод, что у SCP-1335-3 отсутствуют какие-либо внутренние полости или жидкие ткани, а плотность разных составляющих организма различается незначительно. Серия экспериментов А. Изучение механизмов поглощения. Ответственный доктор Ягельцев. Эксперимент А1. Используемые ресурсы. Один подопытный класса D. D706204. Один GPS-маячок. Три исследовательских микрозонда. Цель – изучить механизм питания SCP-1335-3 и их внутреннее строение. Ход эксперимента. Как только D706204 был помещен в испытательную камеру, SCP-1335-3 прыгнул на него, повалил и прижал к полу, пользуясь преимуществом в силе и массе. В точке соприкосновения с подопытным плоть особи мгновенно почернела и образовала множество пузырьков. Процесс напоминал вспенивание пластика под действием высоких температур. SCP-1335-3 после этого стал быстро опускаться, как бы впитывая подопытного. D706204 сопротивлялся и невнятно кричал, пока не был поглощен примерно наполовину, после чего прекратил всякое движение. Весь процесс занял менее 10 секунд, после чего плоть особи вернулась в нормальное состояние, от подопытного не осталось никаких следов. Вместе с телом были поглощены одежда, обувь, закрепленные на теле оборудование и телесные жидкости. После теста никакого изменения массы SCP-1335-3 зафиксировано не было, а МРТ не показало внутренних изменений. Сигналы от маячка и зондов пропали в момент поглощения. Комментарий. Мы провели еще несколько тестов. Используя защищенное оборудование, но результат всегда один и тот же. Стоит этой пузырящейся массе коснуться аппаратуры, как она перестает работать. Видимо, мы не сможем заглянуть внутрь SCP-1335-3 таким способом. Эксперимент А5. Используемые ресурсы. Домашняя корова, шимпанзе, летучая мышь, белая крыса, краб, змея, пять тараканов, пять земляных червей. Несколько разных комнатных растений. Цель – определить реакцию SCP-1335-3 на живых существ, не являющихся человеком. Ход эксперимента. Осыпь последовательно поглотила крысу, летучую мышь, поймала рукой в воздухе. Корову, нескольких тараканов, шимпанзе, краба, змею, оставшихся тараканов. Очевидно, SCP-1335-3 атаковал ближайших существ, не выказывая предпочтений относительно массы и видовой принадлежности. Черви и растения были проигнорированы. Явным критерием в выборе добычи является наличие у нее развитой нервной системы. Примечательно, что при поглощении мелкой добычи видоизменяется только та часть поверхности тела, которая непосредственно взаимодействует с жертвой. В данном случае кисть руки. Комментарий. Корова носилась по вольеру и мычала, пока это существо пожирало их. Словно... Не знаю даже с чем сравнить. Словно разогретая металлическая пластина, положенная на кусок мыла. Тело особи не увеличилось в размерах. Растянулась только пузырящаяся масса. И опять никакой прибавки в весе. Можно подумать, что поглощенная добыча просто исчезает. Эксперимент А6. Используемые ресурсы. Один человеческий труп. Один сотрудник класса Д под глубоким наркозом. Один сотрудник класса Д в вегетативном состоянии. Подтверждена смерть головного мозга. Цель – уточнить критерии, по которым SCP-1335-3 выбирает добычу. Ход эксперимента. Объект проигнорировал человека в вегетативном состоянии и труп, даже когда случайно наступил на лицо последнего и направился к подопытному под наркозом, хотя двигался заметно медленнее, чем обычно, с периодическими остановками. Расположившись над телом, SCP-1335-3 несколько минут разглядывал его, после чего поглотил. Эксперимент А7. Используемые ресурсы. Три сотрудника класса Д в состоянии седации. Один набор защитного снаряжения спецназа, включая шлем и бронежилет. Один скафандр РХБЗ, герметизированный. Один тяжелый защитный костюм класса Джиггернаут. Цель – выяснить, могут ли средства индивидуальной защиты противостоять способностям SCP-1335-3. Ход эксперимента. Особь поглотила подопытных в защите спецназа, скафандре и бронекостюме с одинаковой скоростью. Комментарий. Что ж, очевидно, защитой от этой штуковины может служить только толстая бетонная стена. Или танк. Двигаемся дальше. Серия экспериментов Б. Изучение принципов ориентирования. Ответственный доктор Ягельцев. Эксперимент Б-1. Используемые ресурсы. Специально спроектированная камера-лабиринт площадью 50 квадратных метров. Один сотрудник класса Д. Личный номер 16-004. Зафиксированный в угловом отсеке камеры. Цель – выяснить, насколько хорошо SCP-1335-3 ориентируется в помещениях со сложной геометрией. Ход эксперимента. Оказавшись в лабиринте, особь немедленно направилась в сторону подопытного и попыталась проломить ближайшую стену. Убедившись, что это ему не по силам, SCP-1335-3 начал искать путь через лабиринт. Существо потратило 25 минут на то, чтобы найти Д-16004. Отмечено, что SCP-1335-3 практически не натыкался на препятствия. Однако его время преодоления лабиринта не превысило таковое у лабораторных крыс в аналогичном лабиринте. Комментарий. Что ж, их умение чувствовать добычу через препятствия не дает им никаких экстраординарных способностей к ориентированию. А вот что интересно, мы с помощником заметили, что существо иногда задерживалось рядом с видеокамерой. В одну даже заглянуло. Надо это исследовать. Примечание. Доктору Ягельцеву сделан выговор за необоснованную растрату сотрудников класса D. В дальнейших экспериментах должны использоваться лабораторные животные, если только условия теста не предусматривают иного. Эксперимент B2. Используемые ресурсы. Несколько радиостанций и других устройств, генерирующих сильное электромагнитное излучение в различных диапазонах. Цель – определить чувствительность SCP-1335-3 к ЭМИ. Ход эксперимента. Объект проявил признаки дезориентации, а затем стал быстро перемещаться по тестовой камере, постоянно меняя направление движения и периодически останавливаясь перед некоторыми устройствами. Наиболее внимательно SCP-1335-3 изучал стандартную нательную камеру МОК, а также специально сконструированный прибор, излучение которого по характеристикам было близко к излучению человеческого мозга. Примечательно, что существо полностью проигнорировало радиопередатчик, транслирующий фоновый сигнал на частоте килогерц. Комментарий. Что-то начинает вырисовываться. Тот факт, что SCP-1335-1 пропускает радиоволны на низких частотах, невидимых для SCP-1335-3, и в то же время блокирует излучение нашего мозга, явно не совпадение. Кто-то позаботился, чтобы мы случайно не привлекли этих тварей в наш мир. Ну ладно, вернемся к преследованию добычи. Эксперимент B3. Используемые ресурсы. Модифицированная тестовая камера с высотой потолка 15 метров. Один контейнер для переноски животных. Одна собака породы такса. Цель. Выяснить, как SCP-1335-3 будет себя вести, не имея возможности добраться до цели. Ход эксперимента. Контейнер с таксой подвешен к потолку камеры. SCP-1335-3 запущен внутрь. Осыпь предприняла несколько попыток допрыгнуть до контейнера с пола. Максимальная зафиксированная высота прыжка – 3,5 метра. А затем с отскоком от стен. Максимальная высота – 7 метров. Поняв, что не может добраться до контейнера, Осыпь села прямо под ним на корточке и неподвижно смотрела на него на протяжении часа. После чего эксперимент был прекращен. Комментарий. По крайней мере, по стенам они лазать не умеют. Эксперимент B4. Используемые ресурсы. Одна собака породы такса. Цель аналогично предыдущему опыту. Ход эксперимента. Животная приманка размещена в комнате, отделенной от тестовой камеры железобетонной стеной. Как и в эксперименте B1, SCP-1335-3 попытался проломить стену. Поняв, что это невозможно, он сел на корточке, практически касаясь лицом стены. При каждом перемещении собаки, объект перемещался вместе с ней, Стремясь находиться как можно ближе к цели. Эксперимент B5. Используемые ресурсы. Несколько контейнеров из различных экранирующих сплавов, включая удалено. Одна клетка Фарадея. Одна собака из предыдущих экспериментов. Цель – установить, возможно ли защититься от обнаружения SCP-1335-3. Ход эксперимента. Стальной контейнер с покрытием из многослойной фольги. Результат отрицательный. Свинцовый контейнер. Результат отрицательный. Клетка Фарадея. Результат отрицательный. Особь выглядит дезориентированной и реагирует на перемещение цели с запозданием, однако все еще фиксирует цель. Контейнер из аномального сплава удалено. Результат положительный. SCP-1335-3 никак не реагирует на близость подопытного животного. Комментарий. Все это довольно странно. То слабенькое излучение, которое создает мозг такс и свинец, должен был поглотить без остатка. В любом случае мы добились успеха. Осталось придумать что-то покомпактнее здоровенного ящика. Эксперимент Б-6. Используемые ресурсы. Один прототип защитного шлема из сплава удалено. Один сотрудник класса Д. Личный номер 3971-1. Цель – проверить эффективность шлема. Ход эксперимента. Подопытный, помещенный в тестовую камеру, был полностью проигнорирован SCP-1335-3. Подопытному было приказано несколько раз обойти вокруг особи, а затем прикоснуться к ней. Объект игнорировал все перемещения Д-39-7-11. Однако, когда подопытный дотронулся до SCP-1335-3 ногой, существо немедленно набросилось на него и поглотило. Хотя, как и в прошлых испытаниях, тело и одежда пропали бесследно, шлем не был поглощен, и после нормализации поверхности тела SCP-1335-3 остался лежать на полу. Внутри шлема не было обнаружено ни органического материала Д-39-7-11, ни инородных веществ. Комментарий. И не надо меня обвинять в растрате. Растратно было бы проектировать шлем для собаки ради одного единственного эксперимента. Зато теперь мы знаем две вещи. Во-первых, прототип работает. А во-вторых, эти создания могут находить добычу не только телепатически, но и на ощупь. Серия экспериментов С. Изучение социального взаимодействия. Ответственный доктор Рыбаков. Цель – более подробно изучить поведение SCP-1335-3 в отсутствии внешних раздражителей. Ход эксперимента. Обе пойманные особи были выпущены на полигон и стали медленно беспорядочно перемещаться по нему, держась неподалёку друг от друга. Поведение ничем не отличалось от наблюдаемого в ходе экспедиции. После пяти часов наблюдения одна из особей внезапно набросилась на другую и поглотила её. Комментарий. Потеря объекта – это, конечно, прискорбно, однако мы в любом случае собирались переходить к тестам на уничтожение. Теперь очевидно, что разделение на стаи условно. При отсутствии другой добычи существа начинают атаковать друг друга. Серия экспериментов D – поиск способов нейтрализации. Ответственный доктор Рыбаков. Эксперимент D1 – используемые ресурсы. Скарпель, циркулярная пила, алмазное сверло, дырокол высокого давления. Результат SCP-1335-3 продемонстрировал абсолютную устойчивость к любым колюще-режущим инструментам. Кроме того, кожа особи не нагрелась при взаимодействии с циркулярной пилой и сверлом. Эксперимент D. Используемые ресурсы. Различное стрелковое оружие, в том числе пулемёт калибра 14,5 мм и гаубица с цельнолитыми снарядами. Результат. Огнестрельное оружие оказывает на SCP-1335-3 лишь кратковременное кинетическое воздействие без каких-либо последствий. Комментарий. После второй экспедиции это было ожидаемо, однако мы должны проверить все варианты. Эксперимент D3. Используемые ресурсы. Дистанционно управляемые бомбы различной мощности. Нажимные и сенсорные мины. Результат аналогично предыдущему эксперименту. Комментарий. Что ж, это хотя бы выглядело забавно. Эксперимент D7. Используемые ресурсы. Автомобильный пресс. Результат. Даже при максимальном давлении в килоньютон, пресс не смог раздавить SCP-1335-3 или причинить ему заметного урона. На плитах остались небольшие вмятины от тела особи. Эксперимент D8. Используемые ресурсы. Электрогенератор с выходным напряжением вольт. Результат. Тело SCP-1335-3 демонстрирует нулевую проводимость даже между близко расположенными участками кожи. Эксперимент D9. Используемые ресурсы. Источник ионизирующего излучения интенсивностью рентген. Результат. Объект не выказал признаков дискомфорта даже после трех часов непрерывного облучения. Хотя измерительное оборудование камеры показало, что тело SCP-1335-3 поглотило 100% попавшего на него излучения. После окончания эксперимента уровень радиоактивности особи не отличался от фонового. Эксперимент D10. Используемые ресурсы. Доменная печь. Напалмовый огнемет. Результат. SCP-1335-3 устойчив к высоким температурам до 2000 градусов Цельсия и открытому пламени. Эксперимент D11. Используемые ресурсы. Высокоэффективная охлаждающая установка. Результат. SCP-1335-3 устойчив к сверхнизким температурам. Даже когда температура в тестовой камере опустилась до минус 180 градусов Цельсия, объект сохранял подвижность. Несмотря на то, что температура его тела и окружающие среды по-прежнему совпадали. Эксперимент D17. Используемые ресурсы. Вакуумная камера. Результат. SCP-1335-3 не пострадал из-за быстрого перепада давления и выживал в вакууме на протяжении нескольких часов, прежде чем эксперимент был прекращен. Комментарий. А учитывая, что мы уже неделю его не кормили, можно сделать вывод, что поглощение добычи скорее инстинкт, чем реальная потребность. Ничего не поглощает и ничего не выделяет. Полная победа над эндропией. Эксперимент D18. Используемые ресурсы. Промышленный лазер для резки металла. Результат. Лазер не прожег кожу, хотя особь пыталась уклониться от луча, воспринимая его как раздражитель. Эксперимент D19. Используемые ресурсы. Сверхмощный экспериментальный лазер мощностью терават. Результат. Вдалено. Комментарий. Итак, этих существ можно убить, но с учетом затраченных ресурсов затея нерентабельна. Да и последствия весьма тяжелые. Мне будет не хватать наших лаборантов и, конечно, доктора Ягельцева. После устранения последствий эксперимента D19 и доработки снаряжения на основе полученных данных, были одобрены дальнейшие исследования SCP-1335-2. Субтитры создавал D19. И зрители, которые поддерживают меня рублем. Терпения на такие масштабные проекты хватает только благодаря вам. Я действительно очень это ценю. А на сегодня все. Скоро продолжение. Ну и, ребят, на патреон-то заходим, заходим. Да-да-да. Такой концепт и нарисовал. Олег. 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 Олег.